Итак, что такое интеллект? В переводе с латинского «intellectus» это означает «ум», «разум», «расудок», «соображение». Но мы уже неоднократно на семинарах говорили о том, что не бывает полных синоников. То есть каждый синоник несет какую-то свою смысловую нагрузку, которая недоступна другому синонику слову. И таким образом, если в русском языке есть два слова «ум» и «разум», значит они, эти слова, несут в себе функциональную нагрузку какую-то. Какую? Если мы выйдем на улицу, то обыденное современное сознание развлечение в этих терминах потеряло. Хотя вот так или иначе мы все слова «ум», «разум», «расудок», «соображение» используем по контексту. И подчас используем, ну как бы, в большей части мы используем это правильно. Вот что такое в принципе «ум»? Способность мыслить. Способность мыслить. Способность мыслить. А разум? Логический. А подождите, а как можно нелогически мыслить? То есть случайный перебор информации? Нет, ну может быть «ум» не светлый, а разум — это светлый. Ну, так, мы об этом неоднократно говорили, поэтому я задал вопрос. Ум — это именно набор информации, который оперирует определенный субъект управления или объект управления. А что такое «разум»? Это вот именно способность обладающего «умом» его как-то применять в собственных интересах? Ну нет, не в собственных интересах, а в любви. Ну да, в принципе, и в собственных интересах. Способность мыслить позитивно. Собственный интерес здесь присутствует, безусловно, потому что все делается через интерес любого субъекта. А вот мы говорили, разум — это объем освоенного, практически применяемого ума, и процесс освоения этой информации всего. То есть, есть, вот на Украине есть слово «разуметь», но оно и в русском языке есть, но на Украине оно вообще используется. А в русском языке еще есть слово «вразумлять». И, как правило, это связано с каким-то таким, ну как бы, силовым воздействием на человека, чтобы он взялся за ум. Ну че, есть в русском языке такие понятия? И вот, когда просят, ну вот «вразуми ты его», и что использует человек? Он ему говорит ту информацию, которой обладает человек невразумленный, но он использует эту информацию по определенному алгоритму. Он выстраивает ее определенным порядком, в результате чего появляется новое соображение, образ вырисовывается того, что, ну, раньше вразумляние — разбой. Человек под разбой ему ничего не говорили. Он думает, а что произошло, где, что, как? И у него информация-то крутится, чтобы его больше не выразумляли. И он начинает соображать, где, как выстроить алгоритм. То есть, ум — это весь объем информации, доступный какому-то субъекту, и как он присутствует в нем. А разум — это тот объем информации, который субъект использует в своей практической деятельности. И процесс этого использования информации, которая у него есть, расширения информации в использовании алгоритмов, в английском и других европейских языках, различие этого, у них языки-то, в общем-то, такие простенькие, худшие, да, они и несут в себе все информацию, поэтому интеллект, он и вмещает в себе и ум, и разум, и рассудок, и соображение. Все. Но в русском языке есть различия, что и позволяет, в принципе, сказать о том, что, вот по набору вот этих вот тем, что интеллект — это самоизменяющийся и самонастраивающийся алгоритм выбора и преобразования информации. Есть различия между дураком, умным и мудрым. Да. Хорошая подсказка. Вот. Дурак делает проблемы, умный делает и решает, а мудрый не попадает в них. То есть интеллект — это самоизменяющийся, самоизменяющийся и самонастраивающийся алгоритм. Алгоритм выбора. Надо же выбрать из той информации, что у тебя есть, даже. И преобразование информации. И преобразовать ее в определенном порядке. Понять, где что как. Вот если это есть, то можно сказать, что субъект или объект обладает интеллектом. Так вот. Но это не просто алгоритм выбора и преобразований информации. Но в результате... Дальше записывайте. Это определение. Все. В результате действия которого... В результате действия алгоритма... В результате действия которого возникают информационные модули... Ранее данному интеллекту неизвестны и в готовом виде... В него... Не поступавшие... Вот это интеллект. Дальше можете записать, можете заполнить, но в принципе это тоже относится к определению интеллекта. Всякий алгоритм это некая частная мера, по которой протекают информационные потоки, ведущие к расширению этой самой частной меры. А теперь вот то, что мы дали определение, продолжим на образе. Вот можно взять любую сферу человеческой деятельности. Хронологический или матрично-алгоритмический приоритет нам дает богатую фактологическую базу, для того, чтобы мы посмотрели, как работает интеллект. Вот скажите, по разуму и уму современный человек во многом превосходит человека, скажем, средневекового. Объем информации увеличился, алгоритмика расширилась и мера стала шире. А как она проистекала? Вот если по марше, женить по Фигарон, есть диалог Фигарон, где он рассуждает о элите и простонародье. Вообще, этот диалог, он как бы считается революционным. Вот. Он там говорит, я сейчас его дословно не помню, но суть этого диалога заключается в следующем. Вот вы считаетесь элитой, да? А много ли вы приложили усилий для того, чтобы занять вот это господствующее положение в обществе? И пользоваться благами всего общества? Только для всего, что дали себе труд родиться. А я, простой подкидыш, ради одного пропитания, приложил столько ума, столько изворотливости, сколько за всю историю Франции не потребовалось для управления государством. Понятно, да? И вот, в принципе, вот эта вот плутовская комедия Женеба Фигаро, она, в общем-то, показывает достаточно серьезное интеллектуальное премисковство Фигаро над всей вот этой элитой. Так вот, как же происходит расширение этой некой частной веры? Можно выбрать, повторю, любой пример. Можно выбрать пример развития оружия, развития кулинарии. Ну, вот они, пожалуй, самые такие зрелищные и насыщенные. Потому что любые остальные, как бы, они требуют несколько более, ну как, не такого наглядного, что ли, изложения. Вот, ну, вот, возьмем человека, первобытный человек, ему нужно питаться. Чем он занимается? Он ходит, собирает ягоды и, знаю ли это, съедает их, смотрит. От одной ягоды ему хорошо, а от другой смотрит, товарищ умер. Мера расширилась, ягодку не надо есть, вот эту, а вот эту надо. Дальше он по ней систематизирует все это, когда эта ягода поможет, когда, какое воздействие она на нее. Оброжденная интуиция. Что? Оброжденная интуиция. Она, безусловно, есть. Он уже сразу, на них уже может быть подошел, когда ягодка не следовала. То есть инстинкты у него уже были. Инстинкты были, и они, безусловно, помогали человеку. Но если у человека не будет фактологии, на основе которой он смог будет заниматься выбором и преобразованием информации, то он и остался бы на уровне животных. Вот у них инстинкт. А они практически всегда, хотя есть случаи, когда можно, там, скажем, корову отравить, она вверх может съесть, но в принципе корова, выбирая траву, которую она ест на поле, она избегает той травы, которой она может отравиться. То есть в нее эта информация заложена. И расширить за все поколение, что вот произошло, она корова так и не смогла. А вот человек эту информацию постоянно расширяет. И вот дальше ягоды, какие-то коренья там покрылись, чего-то там получилось. И вот он видит, что палку помог выкопать, это безусловно. Но, ну, это были другие вехи. Вот человек подошел к тому, что он стал использовать огонь. Ведь в готовом виде использования огня к нему не поступало. Но с другой стороны, были пожары в лесу. В пожарах гибли животные. И человек мог отличить мясо погибшего животного, убитого животного, и мясо поджаренное. Обратил внимание на вкусовые качества. Обратил внимание на то, что это жареное мясо лучше усваивается. Лучше усваивается, но еще и ведь у них была всегда проблема сохранения пищи. Сырое мясо портится гораздо быстрее, чем тоже жареное. Значит, встает вопрос о том, как использовать огонь для того, чтобы он выполнял вот эту роль. Где можно было взять огонь у человека? В природном издачнике огня. Кто он? Молния. Загорелась от пожара, хранили огонь. Огонь это было большое богатство, и поэтому огонь берегли как могли. И, соответственно, этому есть определенное предположение, в общем-то, что если человек утрачивал огонь, то тем самым он подставлял все племя, он подлежал изгнанию из племени. Он начнется огромный ущерб племени. Но в любом случае, было это или не было, перед человечеством стояла задача. Как сделать так, чтобы огонь был? Потому что огонь надо переносить. Огонь не всегда можно поддержать. Нет всегда горючего материала столько, чтобы этот огонь... И как использовать этот горючий материал так, чтобы приготовить пищу или обогреться? Они же тоже видели, что... Но! Изготавливая себе палки, как вы правильно заметили, копалки всякие... Ковшины. Да кувшинов еще дело не нашло. Ковшины появились позже. Так вот, изготавливая себе палку, копалку, человек, как правило, заострял ее чем? Камнем. Каким? Кремом. Ну, рубило. Это первое. Но до того, как появилась у него рубило, он, тем не менее, затачивал ее по-другому палку. В любом случае. Как? Это используются все. А где огонь взять? Молния. Молния. Но... Все вы так или иначе используете наш так. И первым наждаком явились скалы. И человек, в первую очередь, затачивал, о, скалы, ему нужно было содрать чем-то, чем-то твердым. Когда он тер эту палку, он начал обращать внимание, что палка нагревалась. От огня идет тепло. Значит, если эту палку потереть, до такой стерни, что она может загореться. В конце концов, методом проб и ошибок нашли несколько технологий, как от тремя палок добывать огонь. Уже человечеству стало легче. Уже не надо было тратить столько ресурсов, горючего материала, для того, чтобы просто сохранить огонь. А огонь уже стал идти дальше. Потом. Ну, хорошо. Если огонь появляется везде, и у тебя есть материал, есть возможность обобреться, то встает вопрос и другого качества. Суп сварить. Да. А как суп сварить? И откуда эта задача возникает? Задача очень простая. Либо высохшее мясо, где они могли встретить, либо высохшие корешки, трав и все прочее, они обращают внимание. Мясное, обычное, с соком, с водой, да? А высохшее без этого. С травами и прочее. Если положить в воду, они тоже знали, палка разбухает. Если у него такая задача стоит, то возникает так. Согреться. Попить что-нибудь или съесть горячее. Значит, надо в чем-то согреть воду. Появляется кувшин, посуда. Туда складываются корешки, не просто воду, которые бы дали ему возможность эти корешки расправить и съесть. Появляются компоты, бульоны всякие. Добавить мясо, в общем, пошла технология. Ни один из этих алгоритмов у человека в готовом виде не присутствовал. Он не привнесен извне. И это было ему неизвестно. Но на основании чего он строил? Каждый новый свой шаг. На основании доступной ему информации. На основании своего ума. То, что у него есть. Может, кто-то еще и подсказывал. А? Может, кто-то это подсказывал. Он безусловно подсказывал. Он безусловно подсказывал. Так вот. Интеллект, повторю, это процесс расширения некой частной меры. Интеллект есть всегда. При управлении самоуправлением по полной функции управления, при реализации целевой функции управления. Ну, как вы думаете, можно без интеллекта справиться с задачей определения фактора среды, воздействующего на систему? На конкретную не видать. Можно? Нет, конечно. Значит, это есть. В случае утраты интеллекта происходит понижение качества управления. Почему я говорю, происходит понижение качества управления? При утрате интеллекта. Почему я не говорю, что погибнет объект управления? Да, не теряясь. Потому что существующие это вот объекты. Нет. Потому что я не сказал. При полной утрате это раз. А во-вторых, как таковая полная утрата, она не происходит. Происходит преобразование системы. Ну, а мы об этом будем еще говорить. Например, мы же говорим, помните, мы рассматривали триггинный процесс в материи информации и меры. Так, по мере изменения информации, изменяется материя. Поэтому, просматривая интеллект, мы выявим на заведуюность интеллектуальной, так скажем, элементом для технича, как работает и интеллект. Поэтому, происходит потеря качества управления. По той простой причине, что интеллект уже не обрабатывается. Ну вот, взять, например, классический пример. Борис Николаевич Ельцин. Сначала он такой весь деловой, бодрый, ходит по магазинам, ездит в трамвай, залезает на танки, чего-то говорит, люди за ним идут. Ура! Да здравствует наш Ельцин. Закончилось чем? Постоянно водка, постоянно пьяный, страна идет в разнос, над страной все смеются, каждый старается от страны урвать, что может, и к 2000-му, к 2000-му году мы реально подошли к состоянию, когда страны, как таковой, уже не было. Вот сейчас она есть. Вот тогда, для того, чтобы страна развалилась, требовалось только вот, чуть-чуть толкнуть, потому что вся законодательная база субъектов федерации была к этому готова. Сейчас, для того, чтобы развалить Россию, требуется гораздо-гораздо более сложные усилия. Помните процесс приведения законодательства регионов к единому общефедеральному законодательству? Своей целью этот процесс имел, прежде всего, ликвидировать все зачатки суверенизации регионов, чтобы не было законодательной основы для расчленения России. Это вызвало бурную реакцию, это сопротивлялись сильно, но Путин этого добился, сделал. И сейчас, при всем при том, что Медведев фактически разваливает страну, страна скреплена законодательством. Никто не может, потому что любое действие по изменению законодательства, это уже будет антигосударственная деятельность. И она не будет поддержана населением сейчас, в новом информационном условии, а любое управление только тогда, успешно тогда, базируется на определенном информационном поле, когда поддерживается определенное население. Так вот, и есть еще понятие «искусственный интеллект», который нам вводит. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на два других вопроса. Первое. Интеллект – это общеприродное явление, и тогда человек всего лишь один из многих интеллектов биосферы планеты Земля и Вселенной с определенным уровнем развития интеллекта, с определенным разумом. Если там разумная жизнь, всегда задают вопрос в фантастических романах, а также ученые, которые посылают какие-то там спутники на какие-то планеты, исследуют их в телескопы. И второе. И если человек принадлежит, вернее, если интеллект, принадлежит ли интеллект только одному человеку, и тогда человек – создание уникальное в природе, которому нет равных. Так, ответить на эти два вопроса можно через рассмотрение работы интеллекта на заветовом безинтеллектуальных элементах. И к этому мы приступим на следующем семинаре. Спасибо. Спасибо.